Под открытым небом парка разместилось 19 информационных стендов, рассказы о легендарных джазменах Самары, памятных событиях и культовых местах, связанных с популярным музыкальным направлением. В городе открылся джазовый фестиваль. В этом году проект «Интерактивная экспозиция. История отечественного джаза» стала победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданских обществ. В основу выставки легли материалы книги Игоря Сергеевича Ващинина «Джаз и мы, самарские синкопы». Кроме того, мы собирали архивные материалы от известных джазовых деятелей, Самарской областной библиотеки, архивные ресурсы, личные архивы джаза и студии движения. Поэтому это все легло в основу экспозиции нашей. Фестиваль «История отечественного джаза в Самаре» носит не только развлекательный, но и обучающий характер. Жители и гости города в эти выходные смогли посетить творческую встречу с виртуозным трубачом, руководителем собственного оркестра Петром Востоковым и услышать лекцию музыковеда Челябинской государственной филармонии Натальи Рикер. В рамках открытия интерактивной экспозиции я буду читать лекцию, которая рассчитана на самого широкого слушателя, которым, может быть, слышал о джазе, но не до конца точно понимает, что же это такое и, может быть, даже его боится. Поэтому я решила, что я сегодня буду разбивать стереотипные представления о джазе. На сцене Летнего театра Струковского сада выступили квинтет Петра Востокова и ансамбль Челябинской филармонии «Уральский Диксиленд». Яркие моменты фестиваля были изображены художниками и выставлены возле сцены. Концерт собрал полный зал восхищенных зрителей. Кто-то аплодировал, кто-то танцевал или ритмично покачивал головой. Джаз никого не оставил равнодушным. Совершенно потрясающе. Всегда приятно играть для людей, которые понимают, что ты для них делаешь. Это чувствовалось. Фестиваль продлится два месяца. За это время организаторы планируют провести порядка пяти концертов и лекций. Александр Гусева, Константин Головин. События.